Явку с повинной написал Михаил Соплинов. Он сознался в убийстве пропавшей Натальи Малаховой. Однако адвокат обвиняемого Денис Комяков настаивает, показания были получены с применением физического насилия. В этом его уверяет подзащитный. В явке с повинной, которая была выбита сотрудниками СИЗО, ну как поясняет мой подзащитный, было указано, что по материалам дела, согласно обвинению предъявленному, он убил Малахову. То есть задушил, тело выбросил. То есть все переписано абсолютно из первоначально выбитых показаний. Адвокат Денис Комяков считает, что в настоящее время существует угроза жизни и здоровью его подзащитного. Поэтому сразу после встречи с Соплиновым он отправил телеграмму с жалобой на действия сотрудников СИЗО на имя областного прокурора и записал обращение на горячую линию управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области. Систематически мой подзащитный Соплинов подвергается физическому насилию со стороны сотрудников, как он сказал, СИЗО, которые из него в результате этих пыток, я их так называю, была получена явка с повинной о том, что он якобы убил Малахову. После этого пытки и избиения не прекратились. От него пытаются добиться, где находится тело убитой. На что он отвечает, даже, можно сказать, кричит, я не знаю. Он не может назвать место якобы убитой им Малаховой. У явки с повинной чистосердечного раскаяния вполне определенная цена. Смягчение наказания. Это указано в Уголовном кодексе Российской Федерации. Как правило, это минус четверть срока от максимального, который грозит обвиняемому. А Соплинову грозит пожизненное соключение. К тому же, сейчас ему переквалифицировали статьи на еще более тяжелые. Сейчас меняется изнасилование группой лиц. Потом иные насильственные действия сексуального характера. То же самое группа лиц. Вторая часть. Убийство. Уже вторая часть идет, 105-я. С целью скрыть убийство двух и более лиц. И с целью скрыть иное преступление. То есть, якобы он изнасиловал насильственные действия. И чтобы это преступление скрыть, он ее убил. Учитывая тяжесть обвинений Соплинову в случае признания им вины, на смягчение наказания рассчитывать не придется, объясняет адвокат. Так что смысла в раскаянии нет. Это разъяснили обвиняемому после написания им явки с повинной.